Добрый! Иван Мор, Пиктеринург на связи. Опять болеют груши, черняет молнию лисовского Груши как раз не предназначены для дождливых краев. Выход такой, находите место повыше, находите еще и посадка на холмы, обязательно это надо делать, потом груши надо использовать подвойные, чтобы у них были, допустим, у сирийской края там не скажешь, что засуха, если у вас у сирийской груши подвоем, его качество придется прямое. И смотришь, у меня ни одного листика не подчерневшего за почти 40 лет, представляете, ни одного подчерневшего листика, ни разу. А почему? А все, думаю, Джо, на усури как-то усури. Вот ведет дураку, это мне, что меня усурики. Примерно ответил. А, погодите, это уже Сергей Кузнецов. Валерий Кузнецов, я ни одного не обидел, ему спасибо. Так и не живут у меня. Просто вопрос для общего знания. Ну, спасибо, что не обидели. Ну, можно и попросить переехать. Вот, просто попросить переехать. На крайний случай. Галина, здравствуйте, у меня тоже ни один мальчишка не дошел. Культурный рост, что такое? Да что же это такое-то? А другие пишут, что вы в эти мальчишки взошли, нормально. Жаловались. Вот поверьте мне, поверьте, получая сотни писем, эти культурные, тут у людей всходят. Там труднее найти какой-то алгоритм. А эти что? Ну, что, ждем еще год. Так, Викула. Ну, а, может, вы их не найдете. Если бы вы знали главный враг этих чертов. Я еще, еще нашел. Я опять фотографии взял. Опять столовая у них такая. Вот на таком этом смотришь, сплошь, потом покажу. Косточки, косточки. Все собрали, совсем, это, все в кучку снесли. И я вот это, я вынужден говорить, посадитесь глубоко, дерево через конец умрет, сгниет. Сгниет, основание там, оно под землей. Посадитесь мелко, уже это, лапки потирает мыши. Ну, что я могу сделать? Вот. Идем дальше. Я вам, Галя, посоветую, давайте еще заказывать. Если скажете, ни один не взошел, я вам скидку сделаю, ради бога. Ну, второй год ждать, можно вообще не остаться без абрикосов. А мазорцы, это, ну, как вам сказать-то, ну, как их оценить? Ну, бывает дом без фундамента. Вот так и сад без мазорцев. Дом без фундамента долго не продержится. Викулов. Олег, здесь в этом году не урожай персика. Очень угрожающее количество семян до суда. Ой, вначале было все прекрасно. Вот. Значит, мне гордыня помешала. Я пальцы гну, я никогда в саду не помогаю. А моим этим молодым абрикосам, я рассказывал, что я те угробил, потому что предавал Черенке и Сергею огромное количество. Они просто погибли. Большая часть. Вот из ветеранов остались единицы. Дуб цвели. И молодежь цвела. Уже отцвела и уже завязались. И мне моя гордыня помешала. Я сказал, не буду поливать. И вот зубы сцепил и смотрел, когда они сыпались. Уже завязались плоды и сыпались, и сыпались. А то, что осталось, ну, две-три сотни косточек. Не забывайте, что я немножко промешаю. Почему? Сергея надо посадить. Надо. Ведь даже непривитые персики, они имеют величайшую ценность. Величайшую. Видели бы эти урожаи у Чернобаевских непривитых. Я к Чернобаеву рванул. Да вот именно вот в этом году, вот, Псюш Константинович, так цвели, так цвели. Я говорю, ты поливал, поливал. Да вот, наверное, это не было пчел. Я развел руками. И вот получается. Персики живы, все здорово, ничего не померзло. А уже слабый. Вы соедините, как мог. Так я объяснил. Я бы на этих самых вернотиках заработал бы на этих косточках. Они же в лед идут. Подскажите, где Байлевицкая ваши будут или Чернобаева? Ох, это вот будут сто процентов. Байлевицкий из культурных, два у нас самых надежных. Амур и Байлевицкий. Но если Амур я сам себе обязан, то Байлевицкий обязан львицкому. То есть он появился раньше, меня намного, именно в наших краях, благодаря ему. Вот его на свете нет. А если Байлевицкий, Байлевицкий придумал я. Сейчас, когда вы в этих десятках, в сотнях каталогах, вы видите Байлевицкий. Чисто, сто процентов, вранье. Просто я раскрутил это название Байлевицкого. Заметьте, это не сорт. Если бы был Левицкий, помните, как Латинков будет называться не Абрикос Латинкова, а будет называться Абрикос Латинков. Имя собственное. Это будет новый сорт Ацерлезова, посвященный памяти Латинкова. А Левицкого, вот пожалуйста, вот Бай. Байлевицкого. Ну, пора назвать Байлевицким. А пока, да, уже это в мире используется. Хотя, ясно, что продается совсем другое. А будут мои, будут. Чернебай вообще не просто, он как бы получается в доле. А у меня своих полно, чернебайков Байлевицкого. Будут. Так, у меня наоборот по сходу. Культурные сидят, не сходят. А сорти... Ой, слава Богу, отлегло от сердца. Отлегло, честное слово. Я говорю, так оно, в принципе, должно быть. Культурным трудно алгоритм подобрать. Труднее. А эти, как сорняк. Я их как вспомнил. Беру эти. Патриарх или сыновья манджурца. Беру коробку. Слой за слоем, песком засыпал. Сырем песком. Погреб поставил. Приходит, середина апреля. Начинается эта травка просыпаться. Выношу, вывернул. 90% засло. Зашло. А остальные 10. Или на следующий год сходят. Или так же сходят. Но это никогда не заморачивался. Так что спасибо. Вы мне обрадовали, что у вас получилось наоборот. Так, вы снова пишите. Амур на террасе прижился 50 на 50. То есть половина прививок. Один чернок прижился, второй нет. Видимо, рука так жила. Тоже эфорина. Ну, а что вы хотите. Мне же, знаете, новое направление по этим пошло. По гибридным этим. По гибридным манджурцам. Я рассказывал пару раз. Но это случай настолько яркий. Год привел. Смотрю. Там, допустим, из 100 штук. Ну, образный 100. Может быть, 300. Ну, допустим, 100. Допустим, 80 прижилось. Продал. Остали 20 мертвое. По двое этажей. Прут. Я их второй год опять привил. Оставшиеся 20. Вот примерно. Допустим, пошло 15. Потом я их тоже продал. На третий год из пяти оставшиеся, допустим, зашло 4. Пошло. И, наконец, пятый эпох. Три попытки. Потом приезжает ко мне этот. Я говорю, у меня память избирательная. Как можно, я не знаю, отчество не помню. Я все время перед вами извиняюсь. Да. Вот. И сейчас вспомню. Ко мне приехал абаканец. Значит. Ну, вот все. До вчерашнего дня еще помню. В общем, приехал абаканец. Я ему продал непривитый этот самый. Минцурис. Девушка, я знаю, что так это было давно. У него рядом был один только этот супруг. Амур. Он присылает фотографию. Вначале зимний. Отругал. Сука, палубку сделал. Отругал. Вот. Мер. Мерзо. Баджерин. Вот. Видите? Вот я какой человек. Я не забываю такие случаи особые. Вот. Абакан. Частный сектор. Наконец присылает фотографию. Красавцы плоды. Не, не крупные. Вылитый амур. Все понятно. Папа постарался. Он с них собрал косточки. Увез куда-то. Черт. И куда. По тайгу. И сделал огромный сад. И продает саженцы. И мне все. С одного пошло все. А этот же саженец самый упрямый. Который не принял ничего. Может. То, что я называю. Я еще называю. Инфицирование. Может. Три попытки прививок. А не все-таки. Какой-то контакт был. Но в нем получился. Два раза крупнее. И культурнее. А у меня на тот момент. Маджуриц был совершенно несъедобный. Первые-то годы. Вот он так. Саша Маджерин. А у меня два кино. Есть его участие. Он сидит. Стесняется. И все честно. Никаких казачков. Вот так бывает. А ведь это всего лишь Маджуриц. Бывший. Бывший. Заметьте. Вот. И получается следующее. Там три года подряд. А у вас только через раз получилось. Так что будем надеяться на то, что у вас будет результат лучше. На желтое-слее прекрасно прожился Артем 2. Культурные пока не хотят. Артем 2 культурный. Обижайте. А Артем 2 уже дал по 40 сантиметров. Просто с каждой почки. Ну что. Еще что-то пишет нам этот самый Анатолий. Подождем. И будем заканчивать, друзья. Мы с вами уже третий год. Третий час заканчиваем. Как вам не надоело. Еще ни один не отключился. Вот. Так. Распишет. Будем ждать. Ага. Все равно будет дальше в эти расчеты привать. Насыщать метр по полной программе. Да, человек. Как подвойте на слива неприхотливый. Как подвойте на слива неприхотливый. У нас на слива прекрасно дорастет с высоким уровнем грунтовых вод. Полметра и вода стоит. Елки-палки. Ну а я о чем? А говорят, сама по одиночке сходит. А нас двое. Значит, мы не сошли. Еще пишет уважаемый Анатолий. Одна беда. Я вот столько вас друзей умных, талантливых, которые наверняка... Вот уже фразы пошли в моей жизни. Видели же? Перед этим кто-то сказал, что насыщение ментора. Знаете, это ж... Вы придите в университет, скажите. Один из важнейших способов всей лекции, вот, будущего с удовольствием, насыщения ментора. И вы не добавляйте, пожалуй, запросы с синиметра. У нас как на идиота, посмотрим. Так. Молодому Анатолию еще Иван пишет. Самое интересное, никто не отключается. Ну, что, не устали? Чем хороши вебинары? Обратная связь существует. А сколько я от вас узнаю? Еще один, два дяди, два дяди. Затем я взял, что у меня внучка есть. Аленушка. Натинкома. Хажется, это ж так здорово. Так, так, так. Вот, друзья, пока пишет. Нет, написал. Выскочил рядом с прививкой черенок термоселевой. 10 сантиметров от места прививки. Имеет громадный лист, 13 сантиметров в длину, 9 сантиметров в ширину. Игодативный билет будет. Знаете, я все, я не скажу, ни да ни нет. Это просто наша мечта. Это лотерейный билет. Хороший лотерейный билет. Вот. Я когда-то, у меня так получилось, я поливал на вишню черешню, а рядом, в сантиметрах 20, вдруг появилось несколько отводков от корней, да, с очень огромными листьями. Я такой был счастливый. Ой, какой я был счастливый. Я думал, ну все, черешня растет. Представляете, черешня привита на вишню, а вишня вот так вот пошла. Вот так вот, вот так вот так. И вот тут вылезла. С вот такими листьями. Ну все, я был такой счастливый. Я получил, в конечном итоге, с каждым годом лист уменьшался в размерах. И в конце концов оказался вишней. Ну вот что сделать. А мечтал, мечтать не вредно. Так, так что ваш громадный лист, 12 сантиметров. Ну, покажете раз, надеюсь. И когда будем живы, еще, значит, потом покажете плоды. Для того и живем. Вот. И а за счет 10 сантиметров, вы прямо в точку попали. Вот в точку. Вы знаете, что когда-то она сделала друзьями? Вы знаете, когда я понял, что я не сошел с ума. Я об этом рассказывал, но повторюсь. Вы наружу, что ли, заявили. 10 сантиметровая зона от места привыкли. Это есть зона Латинкова. И а железо, ну, правда, в миллиметрах. 100 миллиметров. Это место новых клонов. Это место новых витативных гибридов. Это место по новойке химер. А вы в полиграфию вспоминаете? Вы видели эти химеры? Нет? Так вот. Вы, уважаемый, сейчас я даже устал, уважаемый Анатолий. Вы в точку попали. Я назвал 10-метровую зону зоной Латинкова. И когда-то эта зона Латинкова будет учебником. А почему не зона железа? Сказать? Вот. Вот это вы написали. Это я не при чем. Это вы написали, Латинков. Это вы, вы. Так вот. Почему не по железу? Потому что железов не стал заморачиваться. Железов написал так. Чем ближе к месту привыкли, тем больше вероятность витативных гибридов. Вот так. Латинков, кстати, методом. Твои девчата опустились с ними ряду. Что-то много у нас витативных набралось. А? Так вот. Вы написали. Телемосты с Латинком под копирку изучал. Спасибо вам за это. А. Все-таки легче быть живым. И отдать приоритет человеку, который это заслужил. Повторяю в учебниках, будет написано. 10-ти сантиметровая или 100-миллиметровая зона. Ну и так далее. Далее по тексту. Ну что, закончим, друзья. Спасибо, что в лишний раз упомянули идеального садового. Ну и не поворачивался мне язык, пока был жив. Ну я скромно говорил. Я говорил скромно. Не ему в глаза, а вам. Один из лучших садоводов в России. А сейчас что? Что стесняться? Вот. Ну и пусть назовут других. Посмотрим на их результат. Все, друзья. Заканчиваем. Значит. Давайте пока расстаемся на неделю. Вот. А сколько их еще надо бы вспомнить? Боже мой. Если бы немножечко последний раз сказал. Ребята, по 100 рубликов. Мне же надо фильмы монтировать. Вот. Я их сам не монтирую. Ну. Как-то. Каждый думал так. Нет. Все за. Каждый думал так. Но я в этот раз. Нет. Ну другое. Обязательно вышло 100 рублей. Вот так и вышло, что никто. Пусть это горькие слова. Напоследок. В моих возможностях сделать еще. Когда я сказал сделать 50 или 100 фигов. Мне помогли. Ребрик 10 тысяч прислал. Вот. Сергеев. Наш уникум с Урала. 10 тысяч прислал. Ну кто еще? Кто тысяча? Кто 500? Кто 100 рублей? Я свою за это выполнил. Свои обязательства. Может еще попробуем? Вот. Скольких людей еще надо рассказать. До свидания, друзья. Расстаемся недолго. Ровно на неделю. Спокойной ночи. Северики. Доброго вечера. Европейцы. Вот. До свидания. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...